Девушки отдыхают 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 О его запредельной требовательности ко всей группе, от актера до гримера, входят легенды. О его непростом характере знает вся страна, но при этом нет сегодня в российском кино более уважаемого человека. Для меня, Алексей Ильич, это вселенная, которая вот, она вот, она существует там. Он сказал мне, вот это был бы рывок кинематографа. Мой друг Иван Лапшин, я ставлю сюда в начале списка моих удастся в кино. За что и почему и что они там нашли, я под пыткой рассказать, мне смотри. Истории легенды фильмов. Мой друг Иван Лапшин. На 100 ТВ в воскресенье, 25 января. Подвиг блокадного Ленинграда вызывает бесконечное уважение в сердце каждого человека, родившегося в Ленинграде. И в Петербурге, и не только. Героические поступки, совершенные тогда обычными людьми, в наше сильно изменившееся время трудно объяснить. Тем невероятнее кажутся их подвиги, тем большего поклонения заслуживают их имена. Среди ленинградцев, определивших тогда ход истории, были тысячи сотрудников милиции. Им отводилась особая и крайне ответственная роль. Документальный фильм «Пост» принят. Милиция и блокадного Ленинграда посвящаются. На 100 ТВ во вторник, 27 января в 18.45. Трагедии, подобной той, что пережил город на Неве, в мире не было. Но дети спасались. И с их спасением Вселенная получила огромный мир открытий, достижений, побед. И это мирное поколение живет не только за себя, но и за тех, кто навсегда остался в блокадном Ленинграде и не дожил до победы. Документальный фильм «Дети блокады» на 100 ТВ 27 января в 21.15. Субтитры создавал DimaTorzok